Доброго дня и вы смотрите программу о животных хочу домой тема наших передач это обсуждение проблемы бродячих и выброшенных собак кошек и других животных это обсуждение вопроса как уменьшить их количество на улицах наших городов ну и конечно мы стараемся помочь пристроить собак и кошек в дом новых ответственных владельцев а еще обсуждаем множество вопросов по содержанию животных в домашних условиях даем рекомендации показываем сюжеты в рубрике практические советы и конечно гвоздем нашей программы стала беседа с гостями в студии и гость студии руководитель государственного бюджетного учреждения самарской области самарское ветеринарное объединение галина сидорова здравствуйте здравствуйте какие оперативные новости в плане вашей работы в плане животных у нас эпизодическая ситуация в самарской области к сожалению осложнилась по птичьему гриппу во все средства массовой информации мы уже две лет информ как бы информацию до местных муниципалитетов какие меры нужно предпринять владельцам птицы чтобы не допустить распространение данного вида заболевания так как это заболевание опасно в том числе и для человека кстати птичий грипп он опасен для домашних попугайчиков и абсолютно для всех видов птиц это заболевание опасно еще раз подчеркиваю что она передается также в том числе и человеку регистрация данного заболевания у нас уже зафиксирована на территории четырех муниципальных образований это на территории и соклинского шандалинского шигонского и клявлинского района сейчас там проводятся первоочередные мероприятия по ликвидации очагов и по изъятию птицы кстати собаки кошки могут заболеть собаки кошки не болеют птичьим гриппом то есть у них есть как бы свой иммунитет нет есть не то что иммунитет просто есть специфическое видовое как бы разделение кошки и собаки данному виду вируса не подвержены как на человека может на человека может отразиться заболевание птичьим гриппом что это очень опасное заболевание которое приводит к невмонии может привести в том числе к летальному исходу тот как бы штамм вируса который определен он высокопатогенен и передается от птицы к человеку это h5n1 что нужно делать или что не делать для того чтобы не заболеть допустим это голуби это это воробьи это не кормить голубей и птиц в первую очередь у нас заболевание передается при непосредственном контакте с теми птицами которым за которыми ухаживать человек соответственно при приобретая на рынках птицу нужно запрашивать ветеринарные документы которые будут подтверждать эпизодическое благополучие этой птицы когда человек идет на рынке покупает попугайчика там нужно просить обязательно любая птица которая реализуется любой животное которое реализуется это будет это зоомагазин это рынок где угодно даже вы имеете полное право потребовать ветеринарный справедливый документ в котором будет указано еще раз подчеркиваю откуда произошло это животное каким видом вакцинации подвергалась животное либо птица соответственно вы будете уверены о том что вы приобретаете совершенно здорового своего питомца а какие симптомы симптомы это взъерошенность это истечение из клюва это осенение гребешков подгрудка животные вялые повышенная температура как правило это стопроцентная летальность переносчиками также могут являться эти дикие водоплавающие птицы которые не проявляют каких-либо клинических признаков но тем не менее если не находится в населенном пункте на каком-то водоеме туда имеется доступ сельскохозяйственной птицы то мы имеем большие шансы получить такое заболевание что мы получили в 2021 году на территории больше черниговского района селе новый камилик вообще регистрация это первая регистрация это заболевание произошла в 1880 году в италии затем там ученые изучали данные вируса ну и сейчас у нас есть вакцина то есть если от африканской подходить к африканской чуме свиней то где нет специфической профилактики и заболевание неизлечимо то птичий грипп он профилактируется то есть в принципе можно сделать попугайчику домашней также птицы может сделать потому что я обязательно такую историю вернет такую картину в нашем дворе иногда ребята выходят и выставляют клетку с попугаем на улицу или на балконе это же ничего страшного то надо домашней птицы вот именно я имею ввиду в городской среде тоже делать при желание птица которая находится в городской среде она находится на безвыгульном так скажем содержание находится как вы сказали либо в клетке либо в квартире где у нее нет контакта с дикой либо синантропной либо с водоплавающей птицей ну слава богу успокоили успокоили теперь наверно я бы перешел на мой взгляд главного вопроса программа программа сегодняшнего дня время отпусков люди хотят забрать собаку кошку с собой возникает вопрос ну ладно по россии я думаю просит надо руки просто перевести покажешь ветеринарный паспорт идешь в ветеринарную клинику какие справки там надо брать именно чтоб по россии ну я взял собаку с собой машину или и так недавно я отвозил собаку допустим другой город на самолете что здесь какие документы в россии на самом деле вы совершенно правы практически нет каких-либо ограничений если питомец принадлежит лично вам и вы не меняете там владельца при перемещении либо не планируете его продавать либо везти на какие-то выставки либо в питомнике то достаточно наличие только ветеринарного паспорта который оформляется в любой районной городской станции по борьбе с болезнями животных где ставится отметка указывается владелец вид животного если имеется чип вносится эта информация а также вносится информация проведенных в отношении этого животного вакцинации какие вакцины должны быть ну а понятно rabies это однозначно бешенство да это обязательно процедура то есть животное должно раз в год подвергаться вакцинации против бешенства эта отметка ставится и при перемещении как бы за два с двухмесячного возраста в любое животное должно быть завакцинировано но также существует другие виды вакцин которыми подвергаются животные допустим кошки они вакцинируются против панликопении собаки дополнительно чума плотоядных аденовирусы но эти прививки они я так понимаю должны быть сделаны заранее да они должны быть сделаны заранее потому для того чтобы сформировался иммунный статус у животных и соответственно животное могло быть перемещаться то есть если мы говорим про то же самое бешенство то вакцинация до момента выезда должна быть пройдена не меньше чем за 21 день вот что касается допустим человек захотел купить щенка он звонит находит его в другом городе и обычно всегда где-то в два месяца стараются забрать щенка что им стоит забирать его в два месяца или все-таки стоит поговорить чтобы люди которые у которых это чинок сделали приивку рабиса от бешенства но ведь там же есть только опять же как минимальный срок насколько мне известно когда можно делать прививку от бешенства щенку да таких случаях если животные находим говорим про щенков допустим это какой-то либо питомник почему не отдают за два месяца бешенство это бешенство вторых эти животные еще как бы они находятся с мамой и происходит кормление то есть еще у животного имеется кластральный иммунитет который передается от родителей и по истечении двух месяцев нужно привить либо же делается отметка о том что животное не привито но при этом оно должно по приезду другой там регион быть поставлены на карантин в отношении него уже быть проведены как бы профилактические мероприятия то есть по россии все не так сложно да 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 раньше потому что я буквально сам сталкивался где-то в пятнадцатом году я пытался вывести щенка где-то в два с половиной месяца но и ко мне подошли годовне прививка 21 день как бы не делается прививка по моему насколько я знаю до до двух месяцев то есть вы можете но вы берете как бы на себя ответственность о том что животное может у вас уже погибнуть что будет контакт здесь он находится в своих определенных условиях содержание кормления вы его перевозите он попадает другую среду и возраст не подходит еще под вакцинацию поэтому желательно конечно соблюдать все сроки по наставление по применению акции и так предлагаю прорываться посмотреть видео в визитке две собаки и две кошки ищут новый дом симпатичная мордочка разный цвет глаз один карий другой голубой похоже что один из предков был или была чистокромная хаски попал в приют пару лет назад долго скитался недалеко от приют по трассе пока совсем не исхудал не ослаб и сказал я больше не могу заберите меня к себе так и живет у нас уже больше двух с половиной лет эту собаку готова отдать человеку который будет с ней регулярно гулять бегать и для начала чтобы он был совсем послушный немного позаниматься абсолютно спокойно со всеми контактный всегда готов к общению то есть у каски у них принципе нет агрессии к людям это единичные случаи поэтому можно взять даже об семью вызвать его этому псу около трех лет у него есть возможность стать другом семьи обратите внимание на этого пса по кличке рики и заберите его домой обращаться по телефону 8 927 2 0 6 11 61 обратите внимание на эту кошку она стерилизованная приучена ходить в туалет в лоток ванилька так ее зовут готова уйти из приюта к своему владельцу попала приют при сложных обстоятельствах зимой кто-то выкинул ее к нашему подъезду в лютые морозы она наверное неделю где-то пряталась но потом видимо уже не смогла сопротивляться залезла ко мне под машину долго я ее оттуда выманивала выуживала но все-таки на корм она вышла потому что видимо за неделю на морозе она очень сильно изголодалась сейчас ей примерно около двух с половиной лет по характеру контактная уже через полчаса привыкает новому человеку и подходит чтобы ее погладили обратите внимание на кошку по кличке ванилька и заберите ее домой обращаться по телефону 8 927 2 0 6 11 61 стася стася это наша мама героиня в том году она была выброшена с котятами со своими и получилось так что наш приют поступили еще котята и она одновременно выкармливала 19 хотя она молодец она вытянула себя и своих и чужих всех понемногу девочка очень своенравная к ней нужен определенный подход контакт ей нужен дозированный но будет очень красивым дополнением вашего дома и со временем я думаю будет очень хорошим другом да стать стать она очень аккуратно выборе людей не всем доверяет но готовы идти на контакт вопрос просто времени этой кошки нужен новый дом и ответственный владелец обращаться по телефону 8 927 2 0 6 11 61 эту собаку зовут герда на вид очень похожи на алабая попала в приют чуть меньше года назад бегала вдоль трассы в районе дачного массива поселка спутник поначалу не давалась в руки но через пару недель поняла что в приюте кормят в принципе очень контактная собака очень хорошая охранница сможет сидеть на цепи сможет сидеть в вольере и при желании сможет жить в квартире она очень спокойно то есть нету никаких там ползовей ничего нибудь сгрызть съесться готова обучаться хороший компаньон обратите внимание на герду 8 927 2 0 6 11 61 я поехал в казахстан это продолжение нашей темы которая была до сюжета я поехал в казахстан у меня возникла проблема перевозки в то бишь проблем оформления сейчас что человек не может прийти взять вот эту самую справку формы по-моему 2 дайка форма номер один от формы ветеринарный сертификат и таможенного союза существует как бы нет это было это вот сейчас по-моему да с 18 года насколько я понял а допустим раньше можно было спокойно прийти взять правку на вывоз животного за границу или это но законодательство у нас меняется у нас если раньше были страны снг и был евросоюз то есть час у нас есть страны снг это один порядок вы его за страны евразийского экономического союза куда в том числе входит казахстан и другой порядок евросоюз третий и другие страны это четвертый то есть все в зависимости от того куда вывозится животное поэтому перед вывозом куда-либо первое что нужно сделать это ознакомиться с требования той страны куда вы планируете выезжать со своим питомцем все эти требования размещены на официальном сайте рослихознадзора также эти эта информация со ссылкой на тот же сайт размещены на наших сайтах государственной ветеринарной службы это департаменты ветеринарий самарского ветеринарного объединения и любой желающий может туда пройти по этой ссылочке и ознакомиться потому что на самом деле требования они различны допустим в израиль запрещено возить бультерьеров и ротвейлеров вот так для примера там допустим что есть страны там тайвань это в принципе касается вот этой породы да бультерьеры и они прямо указаны о том что запрещено к возу япония тайвань саудовская аравия турция у них есть обязательные условия о том что мало того что ваше животное должно быть завакцинировано оно также должно быть происследована напряженность иммунитета через 21 день после введения вакцины для того чтобы понимать что действительно животные иммунные только после этого в эти страны вы сможете завозить данных видов живых то есть я должен еще провести вот этот анализ по поводу иммунной системы да как она отреагировала на вакцинацию да но это проводится здесь я могу провести допустим самаре нет самаре к сожалению такие виды исследования проводятся это проводится в референтных центрах рослихознадзора это в москве в гнк и вниз же они эти исследования да они проводят естественно вы туда и вот я еще раз и япония тайвань саудовская рай и турция это их требования без этого вас просто на территории этих стран со животными не пропустим то есть получается мы берем биологическую пробу то есть мы берем крови обращаетесь ли в государственную ветеринарную службу либо в какие-то клиники обращаетесь то есть это должен опроба отобрать именно ветеринарный специалист оформить и направить уже соответственно в сопроводительный документ в котором будет указываться цель назначения проведения этих исследований вот ну конечно уже за счет владельца это все производится именно то есть ему не надо ехать я чем то есть ему не надо брать собаку ехать куда-нибудь там москву там нет это возможно отобрать здесь при консультации так скажем госветслужбы либо производственных ветеринарных врачей они расскажут порядок перевозки при какой температуре отберут этот материал и его возможно туда отправить следующий вопрос что за система меркурий вот этой системой насколько я провел опрос среди технологических клубов на в общем то многие говорят что неохотно люди регистрируются или не хотят или просто нет времени или считаются очень сложно и вообще нужно ли это человеку допустим не как частному лицу как владельцу собаки или кошки собаки которые я вывожу на выставку в другую страну скажем вот сейчас это казахстан нужно ли мне и регистрироваться в этой системе да это обязательное условие компонент меркурий входит федеральную государственную информационную систему ветис администратором от системы является россельхознадзор и создана эта система именно для обеспечения прослеживаемости всех товаров подлежащего госветнадзору по территории как российской федерации так и и за пределами без системы меркурий невозможно оформить никакой ветеринарно-соправительный документ то есть это обязательное условие совсем недавно ну скажем года два или три нет система меркурий у нас работает уже с того года просто были переходные моменты она до сих пор обновляется до сих пор подоносится определенные моменты которые позволяют обеспечивать более четкую прослеживаемость всех товаров в том числе и животных вот хочу прорывать потому что подошло время сюжет мы обязательно продолжим по этой теме потому что очень интересно на самом деле вот итак время посмотреть сюжет из рубрики практические советы учим сидеть собаку на водной доске сапе лето речка и хорошая погода путешествуем на сапах вместе с собакой ну как научить ее стоять на доске в одной из наших программ мы рассказывали о том что собаку можно брать с собой путешествовать куда-нибудь дальние края ну а что делать если хочется взять собаку здесь с собой ну скажем покататься на лодке или вот на такой доске вы знаете как оказалось ничего сложного самое главное желание и терпение ваше но не забывайте когда вы выходите на воду впервые сажаете собаку на сапор не забудьте взять с собой поводок потому что это спасет после того чтобы собака неожиданно не захотелось прыгнуть из доски мы по крайней мере ее удержим однако с помощью поводка не всегда можно удержать собаку на доске в этом случае лучше пускай плывет в сторону берега нежели ловить поводок и собаку и тоже упасть вместе с ней с доски в воду если собака спрыгивает у тебя с доски и чутко она плывет в сторону берега не стараясь ее поднять на доску и потихонечку отсекай собаку и давай направление туда куда надо плыть если потихонечку прижимаешь доской собаку в то направление нужно чтобы она вышла на берег примерно 10-15 минут и собака привыкает к очке и движению доски по воде а вот где пес расположился поначалу это не важно собака выбирает себе положение удобное для себя естественно вот ей было спокойнее нырнуть под хозяйку наблюдать со стороны за происходящим ну и другое дело когда вы берете с собой в путешествие маленькую собаку на доске она будет у тебя очень комфортно и времени для того чтобы приучить ее стоит на доске уходит не так много итак лето 2022 года можно назвать стартовым для активных путешествий по воде на доске вместе с собакой и главное прежде чем отправляться путь научите ее хорошо плавать только не столбиком а так чтобы пёс был полностью погружен в воду и работал всеми четырьмя лапами это придаст уверенности вам и вашему псу научили тогда вперед путешествие с мохнатым другом по рекам нашей губернии а чего ему дома просто так сидеть на самом деле не так сложно оказалось учить собаку сидеть на доске и самое главное им это оказывается нравится итак система меркурий та же самая как и система аргус да так понимаю еще одна система вот человек заходит в эту систему и что дальше что ему делать существует система меркурий о чем мы говорили это как раз по оформлению всеразносправительных документов а чтобы оформить этот документ нужно еще зарегистрироваться еще в одной системе называется на цербе это регистрация хозяйствующих субъектов и площадок на которых как частное лицо обращать вы можете это сделать сам сами пройти на сайт рослихознадзора выбрать информационную ссылку информационной системы там откроется 12 этих систем в том числе меркурий аргус и цербер о чем мы с вами говорим существует как бы подразделение что это государственная ветеринарная служба это территориальное управление рослихознадзор и хозяйствующий субъект ну коим в данном случае являетесь вы вы проходите по этой ссылке можете лично пройти ознакомиться и зарегистрироваться сами все это на самом деле займет вас не более 10 минут вы укажете свою электронную почту и вам на адрес электронной почте придет логин и пароль с этим логином паролем вы сможете потом в дальнейшем при обращении 5 государственную тернарную службу мы вас уже увидим о том что вы зарегистрированы и тот номер площадки который к вам придет на электронную почту вам называете и мы вам оформляем ветеринарный справедливый документ который позволит вам в дальнейшем перемещаться по территории как российской федерации если это в коммерческих целях так и за ее предел там евразийский экономический союз страны снг или вы дали вы сказали коммерческие цели а скажем так если я везу собаку ну в ту же самую москву на выставку это является коммерческой целью вы везете это уже коммерческая цель вы выставляете вас на выставку скажем так наши московские коллеги они не смогут вас принять потому что вы используете собаку для общения вы производите контакт с другими видами животными и ветеринарная служба должна быть уверена но это же не коммерческая я же просто хочу посмотреть есть в пятьсот восемьдесят девятый приказ который регламентирует порядок вытечительных документов прописывать четкий перечень когда оформляется данный документ если вы выводите на выставке в питомнике с коммерческой целью с целью реализации вы оформляете документ если вы везете для своих личных целей на постоянное место жительства погулять собакой в москве вы захотели по арбат то тогда вы не оформляете документ вам только наличие паспорта но ситуация как бы у нас двоякая кто-то спрашивает ветеринарное свидетельство но сбывает случай о том что достаточно ветеринарного паспорта чтобы участие участвовать данных вот мне кажется это самая простая процедура чтобы я предъявил ветеринарный паспорт и это по россии да по россии если не от реализации здесь у нас как бы коллеги ведут себя жестко скажите пожалуйста все-таки для чего эта система нужна она помогает что сделать система меркурий также как систему цервер и аргус они нам помогают обеспечить эпизодическое благополучие я именно хочу обратить ваше внимание на то что все-таки и внимание зрителей пожалуйста обратите вот пристальное внимание вот на эти правила потому что все-таки они нужны нужны для того чтобы чтобы обеспечить эпизодическое благополучие чтобы все животные которые у нас перемещаются по территории еще раз как российская федерация тем более за ее пределы мы были четко верну что они у нас подвержены всем вакцинациям и что при выезде с той же самой въезде вернее с той стороны где вы отдыхали так как наше животное было подвергнуто всем профилактическим мероприятиям не будет подвергнута какому-либо заболеванию и не привезет это заболевание территории российской федерации посмотрите я вошел в эту систему и там все данные остаются право надолго или там есть какие-то рамки это все остается на протяжении трех лет вы видите это в реальном времени а потом это все уходит в архив и при желании вы можете это все увидеть также все ветеринарные свидетельства которые у нас сформированы в системе меркурий 16 года так скажем стало массовое внедрение данной системы они у нас все есть мы всеми ими пользуемся отвечаем на запросы в том числе случае возникновения какого-либо заболевания мы проводим также анализ это наша обязанность мы смотрим по тому же самым меркурию какое количество откуда что пришло в адрес данного фоссубъекта чтобы понимать откуда все-таки источник заболевания спасибо большое я считаю это очень важная тема потому что ну реально буквально там и зачем месяц мне пришлось столкнуться где тут 1 5 именно обращались люди куда бежать я хочу выехать допустим то же самое казахстан увозят собак с собой в армению и естественно чтобы вы не попали в какой-то просад я думаю дать надо надо необходимо зарегистрироваться вот в этой системе системе меркурий вот системе цербер да вот сервер меркурина и аркус выехать допустим в евросоюз не получится без произведения чипирования жена здесь тоже есть определенный момент и требования евросоюза что сначала должно быть произвести чипирование животного и только после этого вакцинация против вешенства спасибо большое спасибо ну что ж к сожалению мне приходится констатировать что время нашей программы завершил и спасибо за интересную беседу ну а мы говорим вам до свидания берегите животных и и будьте ответственными к их содержанию и жизни